Продолжение следует... 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 И там значились сонеты в честь выдающихся русских ученых. Ну, так сказано, ученых. Сонеты, принадлежащие Перу самого Яшовского. Под номером 4 там сонет под названием Пушкин. Еще раз напоминаю вам о датах. 1836 год. Сонет уже написан. Он фигурирует в проспекте. Это неважно, что в 1937 году только публиковать. Пушкин еще жив. 1836 год. И что же там читает? Я вам даю в своем подстрочном переводе. То есть в переводе наиболее близком по поддержанию коридиналу. Пушкин. Яшовский о Пушкине в 1836 году. В стране льдов, сердцем, тупящим битвами. Ты будешь обнанными словами мертвых слушателей. И в диких чащах вновь появившийся пророк. Ты пламенем расплавляешь за снеженной пустыней душ. Ты плывешь над курганами с годными чувствами. Эхо лесов с восторгом внимает твоей речи. И песни твоя-то сладкой чарующей силой. То снова с страхом несчастья играет сердцем броженщик. Читает тебя салонный дворянщик Петрограда. Читает купец. Читай караваны ведущий. И башкир, вооруженный луком. И толстый татарик. Читает тебя в унылые сиженья у подножья гор. Камчагал, одетый в свободе меха, Рыбьим жиром наливший, Одинокую лампу. Скажите, у вас возникли какие-нибудь ассоциации? Конечно. Памятник тебя на креме на креме. Да, верно. Не неизбежно, правда? Это действительно удивительно. Потому что стихотворение Пушкина, известно, было опубликовано уже в начале 40-х годов Жуковским. То есть, спустя годы. Более того, оно лежало в архиве Пушкина и в списках, как это было тогда вообще-то пространено, оно не распространялось. То есть, оно никому не было известно, это стихотворение, памятник. А здесь вот такие ассоциации у нас возникают с этим стихотворением. О том, что Яшовский Пушкина ощущал очень глубоко, да? Пушкин ощущал настолько, что даже как бы мыслями с ним перекликался. Телепатически, как мы теперь бы сказали, да? Он отдавал должное Пушкину таким образом, что помещает его в пересень выдающихся славянских знаменитых деятелей культуры. Там и Шафарик, там и Караджич, Вук Караджич, ну и Коллар. А из русских больше никого? Нет, один Пушкин. А кто тогда из русских мог оказаться в таком пересень? Да. А? Александр Семенович Шишков? Да. Ну, писателей-то нет, скажем, там Петра или кого-то. А? Или он там только фактически деятели культуры. Нет, так он же брался. Поэты. Саша, а у меня возникла еще одна ассоциация. Вот не знал ли он стихи Пушкина, вернее, о Пушкине, который, помнишь, когда, по-моему, Дельвих это написал, что он и в лесах спрячется, Лира выдаст его своим пением. Помнишь? И тут вот тоже в лесах спрячется. Еще Лисенский, например. Ну и что? Ну он мог знать это стихотворение? А Пушкине, понимаешь? Ну не известно. А вдруг он как-то критикат. Но видишь, он тоже написал, что и в лесу не спрячется. То есть, понимаешь, вот такой образ. Говорит о том, что он был знаком. Он был знаком, да, с поэзией. Может быть, или... Ну, так. Кстати, кто еще тогда был? В то же время был же Державин, Жуковский. Не, ну там стиль другом. Ну что ты. Это новый язык. Какой Ломоносов такой Державин. Это новый язык. Новая поэзия. Так, хорошо. Поскольку жарко, и, наверное... Не, нам хорошо. Не, нам всегда хорошо. Ну, вы прекрасно рассказали, все компенсирует сам. Незаметно присоединяетесь к нам. Коротко, ня-ня, нормально. Коротко слушается. Какой это богатейший материал. Позвольте минуту. Давайте так. Вот Яшовский умирает, как мы уже услышали, в 1842 году. Он был похоронен не здесь. Его первоначальное захоронение было, ну, в районе так называемой купировки. Это туда вот, в направлении на Бродус. Ну, там лежал он. Через год умерла его жена. Она тоже там была похоронена рядом с ним. И вот в течение более чем 20 лет они там и находились. Но в 68-м году, в 1868 году, там было решено проложить ветку железной дороги. Та, что на Броде идите. И поэтому пришлось это кладбище ликвидировать. Сделали это, ну, надо сказать, как-то по австрийски очень грубо. Пренебрежительно по отношению к тем, кто на этом сельском, по сути, кладбище лежал. Они разрыли эти могилы, выложили кости, рассыпали и объявили население о том, что кто желает, может перезахоронить где угодно. Но были еще живы друзья. Это прошло 26 лет, да? В последствии Яшовского. Были живы еще его друзья. Были живы его поклонники. И они решили, что его могила должна быть сохранена. Более того, сохранена вот здесь, в Малычакре, как тогда говорили. В 1868 году, сложив оба праха в один гроб, его и жены перенесли вот на это место. Это не было, ну, как вам сказать, такое проходное событие. Это действительно было в известной мере событие для Львова. Правда, было мало молодежи. Очень мало. Но народу пришло пристольное количество. И здесь, вот только, распространялось стихотворение, посвященное уже памяти Яшовского. Стихотворение, в общем, известное. Оно опубликовано тоже в подстрочном переводе еще в советское время. И я вам этот подстрочный перевод сейчас оглашу. Поскольку мы здесь, поскольку это могила Яшовского, и поскольку это касается его памяти. Которую мы должны чтить, по-моему, ну, не наравне с Пушкиным, а благодарность за то, что он его здесь так утомимо популяризировал. Вот такие стихи. Они, конечно, проникнуты таким польским патриотизмом. Понятным, кстати. И не надо слишком взыскать к этому относиться. С пониманием надо отнестись к тому, что вот здесь было оглашено. Было время, когда враг закрывал нам печать и уста, подслушивал наши беседы у камелька, чтоб на ложе прокруста простертом даже глухой звук не вырвался из груди. Было время, когда одно нетерпеливое слово, один удар горячего сердца, вели нас в тюрьму и на жестокую казнь, где наемный зубоскал плевал нам в глаза. Кто выстоял тогда на службе духа, кто, не убоявшись апостольского труда, остался преданным народным чаянием, тому народам по заслугам воздается честь. Ты удостоился ее, друг наш и брат, ибо всю жизнь провел у знамени, как божий воин с ясной душою, и отступил только, когда Бог сменил стражу. Вот и теперь, когда твой гроб разрывает алчный мир наживы, для нас твои останки святы, и память о тебе средь нас жива, бессмертно то, что отходит с духом. Прекрасно. А вот здесь чем это было на тюрьму? Ну вот, когда собрались, а вот и от перегохоронения. Здесь же, на этом месте, это здесь тихи звучали. Там бы на кладбище его могли и забыть. Не то что забыли, просто он потерян был. А вот здесь, на Лычакове, видите, все-таки... И здесь тоже забыли. Вот благодаря Александру Васильевичу. Теперь это... Таким образом мы ее отыскали. Да, да. А насколько сейчас его поляки помнят? Вы знаете, я когда здесь бываю, я бываю периодически, у меня тут отец похоронен, вот там чуть выше. Я всегда подхожу сюда и часто вижу, лежит букетик, стоит свеча. Я думаю, это кто-то из польских туристов, зная об этом памятнике, он упомянут в описании Лычаковского кладбища изданного в Польше. Но очень неопределенно упомянут. Дескать, могила расположена рядом, ну не рядом, а по соседству с могилой Ивана Франко. Так сказано. Мы будем уходить, я вам покажу другую безымянную могилу, тут же вот рядышком, на которую мне сотрудники... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok